Быстрее ставь лайк и будешь учиться на одни пятёрки! Всем привет, ребята! С вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть вместе с вами в игрушечку под названием Scrap Mechanic. Друзья, сейчас у нас будет обзор постройщик. Я попрошу вас свернуть видео, поставить большой палец вверх и подписаться на канал, если ещё не подписаны. Начинает сегодняшнюю серию, ребят. У нас вот такая вот замечательная машина. Mercedes S-класса, как было написано в названии, ребят. Вот такой вот дизайн у нашей тачки. Нереально крутая машина, друзья, как в реальном мире, так и в Scrap Mechanic. Посмотрите, насколько она похожа. Автор проделал всё безумно до каждой мелочи. Это реально очень красивая и очень прикольная тачка. Конечно, внешний вид этой машины красивый, ребят, но самое интересное, как эта машина будет показывать себя на дороге, как она, возможно, будет проезжать препятствия, да и просто вообще поедет эта тачка или нет. За дизайн уже можно поставить лайк этой постройки и действительно очень крутая. Давайте попробуем сесть. Ага, и ручки, ребят, у нас не работают. То есть двери по ручкам у нас вот так вот не открываются, к сожалению. Я не знаю почему, но номеров, кстати, у нас тоже нет. Вот такой вот значок Mercedes, ребят, больше похоже немножко, знаете, на какую-то... На кран какой-то, чтобы закручивать и откручивать. Ладно, давайте тогда попробуем, может, как-нибудь вот так вот сесть. Ну-ка, да, мы, ребят, с вами сели и посмотрите, как выглядит эта машина. Боже мой, просто потрясающе. Единичка включает у нас фары. Блин, какой же офигенный перед. Зад тоже просто потрясающий. На двоечку. Вау, в салоне включается подсветка. Нифига себе, ребят, посмотрите. Это очень красиво. На тройку у нас что происходит? Включаются ещё какие-то фары или что? Какая-то тоже, видите, сзади подсветочка включается. Я не знаю, что это значит, ребят. На четвёрку гудок. Всё, погнали прокатимся. Погнали посмотрим. Тачка начинает ехать. Ну, реально, Mercedes, ребят, S-класса. Просто жесть. Нереально красивый. Нереально офигенный. Ща попробуем на нём покататься. Попробуем, может быть, поехать по каким-нибудь препятствиям. Вот, например, спереди, ребят, я вижу горочку. Давайте попробуем. Заезжаем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И, слушайте, справилась наша машинка, но очень медленно. Потому что она тяжёлая. Ну, конечно, она также, ребят, создана при помощи модификации. Это ни для кого не секрет. Но это всё равно очень красивая тачка. Задом, ребят, едет так же уверенно. Разворот. И нормально. Только скорости, ребят, немножечко не хватает. Но я на такой тачке гонять бы, ребят, тоже, наверное, не стал. Я бы медленно, вальяжно. Ну, если бы в реальной жизни у меня была такая машина, она стоит, конечно, космических денег. Но всё равно. В скраб-механике, ребят, мы можем с вами покататься на такой вот интересной и прикольной машине. Давайте, знаете что, попробуем. Там вон есть трамплинчик. Я не думаю, ребят, что мы с вами перепрыгнем через вот этот вот небольшой обрыв. Давайте разворачиваемся. И погнали. 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 Ха-ха. Мы даже не заехали, ребят. Мы ударились передом. Даже не смогли заехать на вот этот вот подъёмчик. Но всё равно, ничего страшного в этом нет. Тачка, ребят, шикарная. Тачка потрясающая. Смотрите, она даже не подпрыгивает на дороге в скраб-механике. Подвеска у неё просто шикарная. В общем, ребят, напишите в комментах, понравилась вам данная машина или нет. Я скажу своё мнение. Мне машина понравилась безумно. Надеюсь, что вам тоже. Ну, так, ребят, мы посмотрели на этот Мерседес С-класс. Погнали посмотрим на следующую постройку. Вторая постройка на сегодня, ребят. У нас вот такая вот гигантская стрекоза. Посмотрите, как она выглядит. Какие огромные у неё крылышки, ребят. Просто жесть. Я думал, что эта постройка будет гораздо меньше, когда нашёл её в мастерской. Ну, по фотографии она была очень маленькая такая стрекоза. Здесь прям нереально огромная, друзья. Посмотрите. Вот её размеры по сравнению с моим персонажем. Я даже под ней вот так могу пройти. Крылья просто нереально. Огромных размеров. И самое прикольное, ребят, что это действительно похоже на стрекозу, что мы видим в реальной жизни. Вообще, сегодня у нас какие-то постройки прям очень похожи на то, что есть в реальной жизни. Но давайте попробуем на ней что-нибудь поделать. Покататься. Или вообще, как нам залезть внутрь данной постройки? Оу. Подождите. Нет. Нам нужно сначала залезть как-то в кабину. А, вот таким вот способом, наверное, ребят, мы с вами залазим. А, или я где-то опять кнопку профукал. Понятно. В общем, ребят, где-то, возможно, кнопка была. Но пофигу. На двоечку у нас. Ага. Включаются, ребят, ускорители. И наша стрекоза начинает лететь. Посмотрите, как прикольно это выглядит. Боже мой. Она прям как будто живая. Она вот так, ребят, дергается. Только что-то мощности не хватает. Куда-то мы назад, ребят, летим. Прям в дерево полетели. Что-то не совсем понятно, как эта стрекоза вообще управляется. Что-то такое прям происходит непонятное. И, ребят, по-моему, нам с вами никак не вылезти. Да. По-моему, надо разломать эту стрекозу и добавить заново. Застряли мы, ребят, в дереве. Я не знаю, почему это произошло. Я нажимал W, но стрекоза почему-то летит вообще назад, когда я нажимаю именно W. Но она, смотрите, поворачивает. То есть, как я хочу, по идее. И реально как будто живая. Она вот так вот двигается, ребят. Это очень прикольно. Только мы опять летим с вами в дерево. О! Во! И назад, ребят, летит. Я жму сейчас на S. И она летит назад. Конечно, с управлением не очень здорово у этой стрекозы. Но потому что постройка сама по себе, ребят, просто потрясающая. Ещё бы, если бы она летала вот как надо, прям ровно. Без всяких вот таких вот, ребят, опрокидываний. Было бы действительно гораздо круче. Но всё равно автору стоит отдать должное. Поставить большой пальчик вверх ему под постройкой. Потому что вот такую стрекозу, ну, не каждый, ребят, вообще сможет сделать. Во-первых, это нужна фантазия. Во-вторых, это реально нужно жёстко разбираться в скраб-механике. Да ещё просто саму стрекозу построить, ребят. Это тоже нужно ещё воображение. Потому что блоки, ребят, здесь ограничены. Конечно, она тоже с модификациями. Но всё равно. Вот мы оторвались с вами. Во! Полетели прямо, ребят. Полетели прямо. Отлично. Потихонечку начинаем лететь. Вот это да, ребят. Ну, в общем, если с этой постройкой немножко повозиться. Если разобраться вообще, как она летает. И как делать так, чтобы она вот так вот обратно не летела, когда я нажимаю вперёд. То будет вообще просто шикарно. В общем, ребятки, вот такая вот у нас вторая постройка на сегодня. Очень красивая, очень прикольная стрекоза. Я надеюсь, что и эта постройка вам также, ребят, понравилась. Только как мне вылезти теперь из неё? Сейчас она опустится или я опять же разломаю. В общем, ребят, напишите в комментах, как вам эта постройка. Мне очень понравилась. Надеюсь, что вам опять же тоже. Всё, погнали, посмотрим на следующую постройку. Ребят, следующая постройка у нас вот такая вот. И, наверное, многие спросят, что это за ерунда? С какими-то лампочками, с какими-то сенсорами. Вообще ничего не понятно. Овер, что ты за ерунду сюда добавил? Ребят, нет, на самом деле это всё очень здорово. Я там вон пробежался. Многие уже догадались. Давайте сядем. Смотрите. В общем, ребят, это у нас машина для рисования. Только она что-то не рисует. А, наверное, надо пятёрку нажать. Смотрите, у нас есть вот такая вот, получается, панель сенсоров. И есть такой блок. Вот на эти кнопочки, на единичку, на двоечку, на троечку, на четвёрку мы с вами управляем. И смотрите, куда мы ведём наш с вами сенсор, вот так вот, то и отображается у нас на панели. В общем, мы можем здесь реально рисовать вообще всё, что хотим. Вот такая постройка меня очень заинтересовала в скраб-механике. Не часто такое что-то вот автоматизированное можно встретить. Но, интересно мне, можно как-то вообще обнулить это всё? Например, ну, полностью выключить или надо поставить постройку заново? В общем, ребят, давайте поставим заново данную постройку. Вот, вот так вот у нас обнуляется. Я просто хочу что-нибудь написать. Например, давайте попробуем нарисовать какой-нибудь смайлик. Опускаем. Так, блин, это вбок. Ладно, вот вниз, вниз, вниз. Поднимаем. Теперь ведём вот так. И вот так. Всё, опускаем. Теперь вот так, ребят. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Немножко, ребят, сложно. Я запутался просто в управлении. Так, вот сюда. Теперь обратно вниз. Вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Ага, неправильно. Ай, ребят, неправильно. Вот сложно. Нужно привыкнуть немножко к управлению. Во, назад. Ага, вот так. Всё отлично. Поднимаем, ребят. Теперь ведём вперёд. Так, теперь ведём вперёд, вперёд, вперёд. И опускаем. Ну, опускаем. И как-нибудь, ребят, нужно сделать улыбку. У меня не получается, ребят. Я пытался нарисовать смайлик какой-нибудь. Но у меня просто не получилось. Из-за того, что я не совсем запомнил вообще. Получается управление на троечку у нас вправо. На двоечку, на единичку влево. То есть вот так вот мы делаем. На двойку, по-моему, назад. Да, в общем, можно рисовать, ребят, вообще реально всё, что захотите. И это действительно прикольно. Правда, поле для рисования не очень большое. Но я думаю, в принципе, расширить поле, ну, не очень будет сложно. Вот. Но вообще можно вот так, ребят, рисовать. Это действительно прикольно. То есть можно соревноваться с другом, например. Кто нарисует что-нибудь интереснее, да. Кто сделает покруче. Ну, ребят, у меня не совсем получилось что-то нормальное нарисовать. Какие-то я просто полосочки нарисовал. Не очень прикольно. Но всё равно, в общем, я хотел показать вам вот эту машинку для рисования. Это действительно очень классная постройка. Меня безумно она зацепила своей функциональностью. Такое, я повторюсь, нечасто можно встретить скраб-механики. Ну, а на этом, наверное, друзья, мой ролик подходит к концу. Сегодня мы посмотрели на три постройки вместе с вами. Напишите в комментах, какая из постройок вам понравилась больше всего. А на этом, ребят, я повторюсь. У меня всё. С вами по-прежнему был Овер. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok